Эта программа говорит губерния. Нам довольно часто жалуются, что в Хабаровске, под Хабаровском, особенно негде отдыхать. Нет благоустроенных мест. А если вам не нравятся те места, которые есть, берите дальневосточный гектар и устраивайте свое место отдыха. Это совершенно серьезно. Ну, а почему нет? Если есть силы, умения, навыки и здоровье, у меня только с последним вроде бы нечет вот этот фон. Да, вот у нас сегодня в гостях человек, который взял дальневосточный гектар именно для отдыха. Антон Попков, освоитель дальневосточного гектара на мысе Свеченском. Свеченский, да. Это, по-моему, Петропавловское озеро. Это Петропавловское озеро, да, за селом Свечино. То есть, получается, все-таки разрешили взять возле водного объекта? Да, да, там получается большое количество гектаров и порядка 200 участков дали. То есть, береговая линия, она была свободна выбрать, можно было участок гектар выбрать. Я просто в этом месте много часто отдыхал, много лет. И когда вот эта программа появилась, листочный гектар, у меня даже вопроса не возникло, где выбрать. Я сразу открыл карту, начал искать этот мыс, выбрал участок, именно то место, где я всегда отдыхал. И вот сейчас облагораживаю. А вам пришлось кооперироваться владельцами других участков? Нет, как бы там все независимо. То есть, каждый нарезал как угодно и, как бы, взяли, ну, и осваивали. Ну, судя по фотографиям, у вас там теперь что-то серьезное уже, не просто семья. Да, мы вначале планировали этот гектар для себя, сами отдыхать. То есть, берег, красиво, природа. Но я так увлекся, построил одну беседку, потом вторую, третью. Занялся декоративной конструкцией там построил. Ну, в общем, облагородил. И так пудили, что можно и принимать гостей. Ну, то есть, какой-то бизнес небольшой все-таки делал. Да, да. Чтобы гости города приезжали, цивилизованно отдыхали. У нас свет, все, подъездные пути, как бы, все, дороги есть. Вы знаете, когда мы обсуждали вообще, куда можно пустить свой дальневосточный гектар, и говорили о том, что, в принципе, с местом отдыха есть сложности, поскольку это, как бы, участок природы, там, видимо, какие-то экологические ограничения существуют. Ну, что-то там, да. Там есть, получается, водоохранная зона. Естественно, у меня идет согласование с тем, что там идет рета хозяйственной деятельности. Это естественно. То есть, там есть ограничения на именно разработку гектара в водоохранной зоне. Но это все решаемо, это все документы получаются, все делается. Вы знаете, все-таки, может быть, более подробно на этой теме остановимся, потому что мне кажется, что вот у нас, чтобы что-то сделать, чтобы построить какую-то будку установить, особенно в водоохранной зоне, это нужно просто пройти огромное количество кабинетов, и такое ощущение, что иной раз чиновники, вот у них какой-то план по выявлению каких-то нарушений. Да нет, в принципе нет, ничего такого сложного нет. Тут единственные просто временные рамки, а так, в течение какого-то промежутка времени можно весь пакет документов собрать на согласование, подать, и все. И все будет согласовано, можно спокойно осваивать. Вот вы сказали, свет подъездные пути, да? Все это было, или вы, как это помните? Нет, это ничего не было. Когда начали раздавать диктары, мы там как-то сокооперировались, написали письмо коллективное, и как государство обещало, что там, где есть агломерация о скоплении участков, мы наводим инфраструктуру. И вот нам по федеральной программе построили хорошую дорогу прямо до лагеря. То есть асфальтированная? Не асфальтированная, хорошая агрейная дорога с отбойниками, со знаками, все. И после этого начались приемки заявок на электричество. В данный момент электричество уже есть, у меня уже 380 заведено, 15 киловатт. И электрификация продолжается, мыса. То есть уже смотрелся на соседей тоже, отсыпают участки скальником, контейнеры завозят, эти вот стойки ставят, где счетчики размещают. То есть сейчас, как только до конца делается электрификация, мыс будет хорошо осваиваться. Мне кажется, вот это направление для собственного отдыха, ну, возможно, в перспективе и для бизнеса, это самое перспективное направление, мне кажется, использование дальневосточного гектара. Но это и не так далеко от города, опять же, но одно дело свечено, другое дело... Вот для тех, кто хочет повторить ваш опыт, какие-нибудь места порекомендуете, где еще есть? Ну, я не знаю, то есть у нас, в принципе, я так понимаю, где-то в районе хора туда открываются места, были там... Ну, надо карту смотреть, надо смотреть карту. Сами не пожалели, что именно на Петропавловском озере? Насколько я знаю, вот я как-то пытался там отдыхать, но уж больно много там вот комаров и мошки. По-моему, самая комариная ферс. Ситуация такая, что у нас на Дальнем Востоке есть комары, он везде. Вся пойма Амура, все ближайшие озера, летом, конечно, это страдают. Ну, помогают репелленты, соответствующая одежда, и как бы это можно отдыхать. Ну, вот, кстати, интересный еще момент. Вы сказали, что обратились госорганам построить дорогу, сделали дорогу. Обратились госорганам, построили, значит, проведение в кличество, да? Вообще, какая еще помощь оказывается госорганами? Я, насколько понимаю, то есть вот у нас село Дальневосточное, Сельс, Свечинская вот эта вот тоже агломерация. На какую помощь вообще можно рассчитывать, помимо этого всего? Или, в принципе, дорог, электричество достаточно? Ну, на первом этапе, да, как бы основное это было дорога электричества. Это должна была доступность к участку проехать. Просто несколько лет, как бы, когда взяли гектар, дорог не было. Тяжело было осваивать, не проехать ничего. Дорогу построили, все, можно было начать материалы завозить, все, и начинать стройку. И, наверное, уже желающих еще взять гектары, да, рядом поприбавилось. Ну, да, ну, конечно, потому что, когда появляется дорога, и это все, и когда люди начали узнавать, что там начали ставить столбы, электричество тянуть, конечно, энтузиазм у людей увеличился. Что можно все-таки реально... А если не финансовая тайна, вы сколько туда средств вложили? Ну, 600-700 тысяч, может быть, пока вот на это вот материалы. Это только материалы, а работа, естественно, все делается пока... Своими руками. Своими силами, да. Я приезжаю периодически, делаю, то есть, хорошо руки... А вы надеетесь эти деньги, грубо говоря, отбить за счет привлечения клиентов? Ну, я думаю, место хорошее, красивое, я думаю, будет пользоваться спросом, потому что в буднини там очень много отдыхающих, туристы приезжают. Ну, понимаете, люди у нас привыкли отдыхать бесплатно, мне кажется, каждый раз, когда с них пытаются взять деньги... Слушай, но за беседки у нас уж нет проблемы заплатить, по-моему, и так уж и сложно. Ну, да, вы приезжаете на природу, у вас есть беседка, столик, свет горит, у вас доступ к воде, туалет. Это же все хорошо, когда есть возможность на лоне природы отдохнуть с таким минимальным, ну, как бы, с набором комфортных условий. А вот интересно, вот вы такую вот мини-турбазу, да, сейчас организовываете? Ну, да, мини-турбаза, небольшая лесная заимка. Да, а вот ваши соседи, то есть, вот, если исходить из того, ну, вот, взяли гектар, что планируют там делать? Вот, исходя из опыта соседей, вот чем они занимаются? Ну, насколько я тоже слышал, есть тоже в планах у соседей тоже построить пляжный отдых, организовать тоже кемпинг. Кто-то дом строит, да, наверное? Ну, дом там, видите, там нельзя, там зона подтопления, ИЖС не разрешается. То есть, вначале, когда брали гектары, люди брали под ИЖС, потом выяснилось, что это зона подтопления, ИЖС как бы запретили. Ну, в рамках ЛПХ, допустим, какие-то небольшие домики, там, которые не капитальное строительство, можно строить, то есть, сарайчики, домики, там, беседки. А страховые спокойно страхуют вот такие строения или, в принципе, пока не обращались? Нет, страховые не обращались, но, скорее всего, вряд ли это будет страховать, потому что все-таки риск там, риск, что в паводке у нас вот Амур... Ну, кстати, во время паводка вы пострадали, затопило там, нет? Нет, получается, во время паводков единственная проблема, что сейчас пока дорога идет основная до мыса, а добраться до участка приходится по берегу озера. И, конечно, по большой воде, ну, отрезает дорогу, то есть, приходятся периоды, когда, ну, недоступно, нет возможности проехать. То есть, в прошлом году уровень Амура был 6,30, то есть, вот август, там, сентябрь, конечно, проблема была с заездом. Я слышал, что собираются, как бы, усиливать контроль за тем, кто как использует дальневосточный гектар. Ну, я понимаю, в основном, чтобы отобрать у тех, кто там ничего не делает, но все-таки к вам проверяющие приезжают? Ну, проверяющих не было. Были, как бы, рыбинспекции, которые обратили внимание, что я там что-то занимаюсь, веду хоздеятельность. Ну, вот они порекомендовали привести все в соответствие документально, потому что деятельность ведется в водоохранной зоне озера. Чем я, как бы, в данном случае, и, в принципе, занимаюсь. А еще, если, к примеру, вы взяли вот с определенной целью дальневосточный гектар, да, ну, вот у вас место отдыха. Если вы захотите, к примеру, открыть там ферму или, я не знаю, парк развлечений сделать, вам надо заново оформлять документы, вообще там позволяется, либо именно только с этой целью вы могли там получить эту землю? Ну, просто, возможно, если вдруг что-то сменить в виде деятельности, то, наверное, нужно будет документально тоже поменять вариант разрешенного использования. Нужно будет, наверное, обратиться в органы и сказать, что так и так я поменял цель своего гектара, хочу сделать другой, допустим, ферму или еще что-то. Соответственно, возможно, все, только документально все оформить. Вариант разрешенного использования земельного участка. Ну, и последнее. Ни разу не пожалели? Вообще, стоит брать гектар? Нет, лично я ни разу не пожалел. Я, наоборот, когда вот обрадовался, когда вот эта программа началась, я давно, как бы, ну, еще до этой программы присматривал участки на берегу реки, озера, что-то. Ну, приобрести участок возле воды, ну, это нереально было. И когда вот такой вот, говорю, подарок от государства, что можно взять целый гектар возле озера, ну, это был просто праздник. Я взял именно то место, где я всегда отдыхал. Где все знакомо. Да, я до этого места вот приезжал, палатку ставил, ну, как бы дикарями отдыхали, а тут раз такой подарок, я могу в собственность, ну, как бы взять на 5 лет, а потом еще в собственность это место взять, оформить, ну, и развивать. Но вы... Я не пожалел. Вы точно уверены, что себе в собственность его оформите? Я уже, да, уже 5 лет прошло, у меня уже... А, уже все есть. Да, я уже сейчас подготовил документы на собственность. Ага, то есть можно будет завещать детям? Ну, думаю, да, да. Продолжим дело. Наконец-то в России появятся родовые поместья. Ну, а почему бы и нет? Не, место прекрасное. Просто раньше мыс там когда-то же был, по этот, детский лагерь имени Горького. Сейчас просто вторая жизнь мысову появляется. Там раньше были и дороги, и лет 30 столбы. Лет 30 назад это все исчезло. И сейчас просто... Возрождается. Да, на нас все возрождается, да? Дай бог все будет развиваться. Спасибо. На гостях был Антон Попков, освоитель дальневосточного гектара на мысе Свеченском, который, возможно, оставим своим детям в наследство родовое имение.